девчонки всем привет сегодня я вам покажу свои кисти для макияжа все 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 до одной что у меня есть ничего не спрятала наоборот все нашла все достала и все вам покажу это будут и кисти которые лежат меня в кейсах кисти которыми я делаю макияж кисти мои кисти дорожные все 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 вам покажу а также покажу хранение кистей потому что очень долго меня волновала эта тема я переставляла их со стола на тумбочку всякие там шкафчики боксы все что угодно потому что вы знаете это такая проблема пыль которая садится ежесекундно и я нашла решение может быть она вам понравится тоже обязательно напишите в комментарии как вам моя идея и как храните кисти вы обязательно мне об этом скажите и так давайте начнем с вот этих вот двух кейсов косметичках мэри кей это у меня кисти которыми я делаю макияж кисти меня устраивают абсолютно на все сто процентов я их очень люблю эти кисти это новый набор здесь он состоит из 7 кистей плюс по моему вот эту я дополнительно покупала для тонального крема кстати вот эти вот плоские кисти для тонального крема мои самые нелюбимые не люблю и именно носить тональный крем а так в набор входят все кисти прям которые и необходимы кисть для пудры пушистая кисть плоская для румян для контурирования кисть для тонального крема для бровей она с одной стороны скошенная маленькая для ресничной такой стрелки для стрелочки пушистая кисть для растушевки кисть для подвижного века для верхнего и кисть для смоки очень крутая кисть и и больше нигде такую такую вот подобного плана не встречала мой старый набор с кистями тоже мэри кей тоже ими пользуюсь для макияжа и тоже вот этот набор мне вообще уже очень долго служит лет наверное 10 здесь тоже кисть для пудры моя любимая кисть скошенная потому что ею можно наносить вообще все текстуры от пудры до хайлайтера контуринга румян и всего-всего вот такие вот две кисти это тоже бочонок скошенная она у меня такая уже плохая потому что когда-то давным-давно ребенок ее засунул в точилку и попытался точить как карандаш и ну немножко срезалась тоже кисть для подвижного века и тут лежат просто у меня вот это вот от эйвен она мне тоже очень нравится вообще и лет на 15 она была моей любимой и наверное остается тоже долгое время потому что она большая и пушистая такая вот плоская им классно вот тонировать века то есть какой-то вот телесный такой бесцветный оттенок наносить типа как база под тени ну как будто тональный тон для века а вот этой кистью очень люблю это делать и вот такая вот кисть от oriflame она плоская и такая для каких-то вот блестящих теней то есть такие тени которые нужно не растирать а именно вот вбивать вталкивать вот такая кисть лежит кисть специальная маленькая вот такая тоже от моряки это для именно для пудры морякеевской это типа такая кисть кабулки но она именно для минеральной пудры мне тоже нравится и наносить минеральную пудра она немножко колючая но она прям втирает пудру в лицо это мне нравится и вот такая кисть от и в раше как-то ею хвасталась она мне очень нравилась она классно наносит тональник но она очень маленькая площади нее то есть ну надо так вот долго наносить тональный крем а так вообще кисть мне очень нравится кисти которыми я не пользуюсь которые такие знаете отстойный вариант это оля реал техник с их заказывала на алиэкспресс я ими не пользуюсь но я их заказывала блин они красивая конечно но они очень дешево выглядят вот это вот типа кисть беличья хвост она должна быть пушистая пышная но она но никакая и очень долго она у меня стояла я хотела ее распробовать как-то разбить немножко ее распушить но никак вот такая типа дуафибра то же самое и хотела как-то попробовать разбить распушить иногда даже ее беру но все-таки это та дуафибра которые не такая как дуафибра не наносит она тональные средства жидкое так как хвалит как должна наносить кисть дуафибра вот это вот разноуровневые волоски, тоже ей не пользуюсь абсолютно, вот такая типа маленький беличий хвост, она вообще никакая, видите, они практически одной длины волоски, то есть, ну, я вообще не знаю, что этой кистью можно вообще наносить, вот такая типа для тонального крема, но она очень мягкая, она не плотно набитая, то есть, ну, тональник ей не нанесешь, типа, может быть, вот пудру втирающими движениями, такими вбивающими тоже втиркой, но, естественно, не пользуюсь, ну, и моя, как я говорю, любимая скошенная кисть, ну, это небо и земля, вот даже если сравнить со скошенной кистью Make Up For Ever, видите, она должна быть закругленная, это же просто плоская, то есть, так быть не должно, она, естественно, не будет растушевывать, несет такой полосой румяна или корректор, ну, так не должно быть, она должна быть вот такая вот мягко закругленная, вот типа кисть Kylie, она тоже какое-то время прям все скупили, наверное, все люди в мире скупили кисть типа а-ля Kylie на Алиэкспресс, для сравнения я вам сейчас покажу с оригиналом, вот у меня оригинал, вот подделка, визуально, давайте сравним с оригинальной кистью, вот у меня оригинальная кисть Kylie, вот это вот подделка в левой руке, я извиняюсь, что она грязная, но я ее, естественно, пользуюсь, вот так вот они выглядят в реальности, вы знаете, отличия, вот таких видимых, отличий нету, но когда на ощупь их трогаешь, вот эта кисть более прилегает к коже, а вот эта она не прилегает, то есть вот я дотронулась, а нужно же, чтобы тональное средство вбивалось в кожу, вот это прям все, кисть облегла, а вот здесь она просто лежит на пальце у меня и не облегает, вот видите, я давлю, она не облегает, твердо, я как будто наталкиваюсь на какую-то твердость, а кисть Kylie, она облегает очень классно, она такая подвижная, как зубная щетка, это очень жесткая, очень твердая, вот это вот прям, ну очень тяжело, я когда наносила ею тональное средство, прям реально давила очень сильно на лицо, поэтому я ее не пользуюсь, она лежит у меня вот в кистях из тех, которыми я не пользуюсь, кисть Ириск для тонального средства, тоже ее покупала отдельно, тоже абсолютно ей не пользуюсь, ненавижу вот эти вот плоские кисти, а это еще плоская кисть, она такая плохая, она огромная, она мягкая, плоская кисть должна быть достаточно жесткая, чтобы красить как кистью по лицу, а она же вот такая мягкая, в общем проваливается, очень неудобная кисть, в общем вот этими кистями я не пользуюсь. Это шикарнейшая вещь, лаковый кейс, я только вот, блин, из-за этого одного кейса и вот от эмблемы Кристиан Диор уже просто балдею. Эти кисти мне подарили на Новый год, я с ума сходила просто по этому кейсу, он у меня стоит на туалетном столике для украшения, с ума просто схожу, вот реально. И кисти здесь вот такие вот, кстати, я не всеми и пользуюсь, как-то вот не знаю почему. Вот эта кисть, которая заявлена для пудры, она мягкая, и я ею приспособилась наносить румяна. После того, когда я вот этой кистью начала наносить румяна, я наконец-таки полюбила румяна. Вот она настолько их правильно наносит, вот она, ставишь просто отметку вот этим румяном и начинаешь растушевывать румяна. Ну шикарно набирает румяна, она немножко их дробит румяна, если особенно они сухие. Мне очень нравится этой кистью наносить румяна. Как раз-таки вот для тонального крема, вот это та самая вот такая вот плоская кисть. Кстати, при всей моей нелюбви к вот этой плоской кистям, вот этой я даже и не пробовала. Надо, кстати, попробовать. Может быть, у меня изменится мнение. Может быть, вот это действительно что-то такое правильное и что-то такое вот прям то, что нужно. Хотя все прекрасно знают, что разной тональной основе нужна своя кисть. И, допустим, кистью кабухи тональное средство не будет ложиться так хорошо, допустим, плоской кистью. Для каждого тональника своя кисть. Кисточка для век. Вот эта кисть мне очень нравится. Она хорошая. Это для подвижного века наносить основной цвет на век. Вот эта вот маленькая кисть для смоки айс, но кисть Mary Kay лучше для смоки айс. Она попышнее. А это же такая прям малюсенькая-малюсенькая. Но тоже ей вот это вот стрелочное пространство, вот это вот межресничное, вот что-то такое вот дымчатое сделать вот ей будет очень хорошо. И кисть, которой я пользуюсь, это для помады. Кисть, потому что у меня для помады вообще какая-то беда. У меня одна кисть от Mary Kay, и то она сломалась. Ну, ей, в общем, она механическая, задвигается. И вот когда начинаешь красить на губы, она заезжает туда. А вот это такая кисть, которой я, в принципе-то, и пользуюсь. Вот такой роскошный набор в роскошной косметичке. Можно даже куда-то в поездку просто набросать сюда какой-то косметики на один день. И вот, пожалуйста, все кисти у тебя уже с собой. Шикарный набор. Обожаю эту косметичку, обожаю эти кисти, и очень счастлива, что они у меня есть. Где же я храню кисти? Из всех стаканчиков, полочек, кейсов, всяких подставок. Они у меня перекочевали вот в верхний ящик моей тумбы. И это идеальное место. Я очень довольна. Девочки, возьмите себе на заметку. Посмотрите, как я все расположила. Может быть, вам тоже понравится. Я просто поделила вот четыре коробки на четыре части, и у меня здесь лежат кисти. Великолепно. Утром я просто полностью выдвигаю ящик. Они не пылятся. Они очень замечательно ровно здесь лежат. Поделены по сегментам. Все это не стоит в огромном стыкане или в какой-то вазочке. Не гремит. Очень удобно. Вот прям действительно очень удобно. И я считаю, это просто идеальное решение. Давайте я вам покажу, расскажу по сегментам и покажу все кисти. Вот в этой коробочке у меня находятся бьюти-блендеры. Их у меня три. Один вот абсолютно новый. Я его еще не начинала. Это мини-бьюти для консилера под глазами. Их у меня два. Второй, честно говоря, не знаю где. Где-то в какой-то косметичке. Также это у меня вот такой спонжик. Он лежал в коробочке с метеоритом Гирлиен. Прикрывал эти шарики. Я его положила сюда. Не знаю даже почему. Так, два бьюти-блендера. Один мой, который я пользуюсь часто. А, вот, нашелся второй. Слава Богу, ура. Так, вот этим он грязный. Но я их мою всегда, каждое утро, перед нанесением тонального крема. То есть его нужно намочить. Я его мою. Одновременно он намокает. И я пользовалась, положила. И следующий день делаю точно так же. Бьюти-блендер вот этот от Mary Kay. Выложила его из коробки. Ну, не знаю. Его, конечно, не выбросишь. Буду как-то приучаться к нему. Как-то привыкать к нему. Но он твердый. Естественно, по сравнению с оригинальными бьюти-блендерами, этот довольно-таки твердый. Я им пользуюсь очень редко. Так, здесь у меня два кейса. Один кейс Герлиен. Здесь был дорожный набор. Я его разложила, рассортировала. Потому что очень часто пользуюсь вот этой кистью из дорожного набора. Это отсюда для хайлайтера. В общем, я разложила кисти. Потом вам покажу. Но это классная вещь, брать его в дорогу. Вот этот я беру в дорогу. В общем, чередую. Или же вот этот вот от Mary Kay. Здесь было три кисти. Мне нравится, что этот кейс очень большой. Когда я лежала в больнице, вот я брала сюда все кисти, складывала, которые мне нужны. Складываю вот в этот кейс и беру с собой. Очень удобно. Нереально крутая штука. Вот такая кисть кабуки. Это прям не кисть, а целая щетка. Это фирма Le Toile. Это их собственный бренд, собственная их задумка и производство. Очень долго стояла эта у меня кисть. Я как-то не знала, как ее приспособить. Но, девочки, она так круто. Она очень плотно набитая. Это реальная щетка. Это просто очень твердая, плотная щетка. И когда ей наносишь тональный крем, она просто как краска впечатывается в лицо. Очень круто, очень здорово. Как-нибудь покажу ее в действии на макияже. И очень часто беру ее. Особенно классно наносить плотные текстуры. Вот прям она действительно как краска прям втирает в лицо. Нереально крутая щетка. Очень мне нравится. Долго я ее не пользовалась. Как-то я думала, что я ее и не воспользуюсь. Как-то попробовала пудру ей наносить. Но для пудры она очень, естественно, твердая. Но для тональника просто ура. Те кисти, которыми я пользуюсь реже-реже всего. О, вот такая кисть для тональной основы. Я уже говорила, что я не люблю эти кисти. Ну, такие вот плоские. Ну, лежит так на всякий случай. Вот такая вот кисть Dior тоже плоская. Хотя она очень классная. Она такая классная, красивая Dior. Ну, не знаю. Как-то я не могу. Значит, может быть, у меня нет действительно такого тональника, которым бы я вот разнесла просто вот такой плоской кистью. Классно тональный крем. Девочки, если вы пользуетесь, если что-то вы делаете такими кистями, подскажите мне, пожалуйста. Так, вот такая крутая кисть от Dior. Но я ее пользуюсь редко не от того, что она мне не нравится. Она мне очень нравится. Но я ее наношу пудру. А пудру я наношу по выходным дням просто на чистое лицо, на какую-то сияющую базу. Поэтому я вот эти кисти для пудры храню, ну, которыми пользуюсь, допустим, раз в неделю. Я их храню отдельно, чтобы они с основными не перемешивались. Тоже от Dior шикарная кисть. Это вот из этой же серии. Она такая типа, как кисть кабулки для пудры. Очень здорово, классно вбивает пудру в лицо. Мне нравится. Еще не менее крутая кисть. Вот такая красота. Называется Bye Bye Pore. Кисть для пудры. Вот ей прям втирающими движениями, вот такими прям, я не знаю, как перемешиваешь, как будто или взбиваешь что-то, какой-то крем. Прям поры вбивается пудра. Очень крутая кисть. Безумно ее люблю. Очень она мне нравится. Мне кажется, так как она, не работает никакая кисть. Но пудру только на голое лицо. Я так люблю убивать. То есть, какую-то нанести сияющую базу и рассыпчатую пудру наверх. Это вот когда выходной день, когда я никуда не собираюсь, чтобы вот этот жир на лице не скапливался. Я таким образом наношу пудру. Вот такая вот кисть от Герлиен, маленькая. Такой кистью, в принципе, наносят шарики. Вот эти метеориты от Герлиен. Но она маленькая. Мне нравится такими кистями наносить хайлайтер. Почему-то такими маленькими. Вот она у меня лежит. Я ее пару раз брала куда-то в дорогу с собой. Покажу вот такие вот две кисти красивые. Это кисти Magic Beauty. Вот это вот тоже Кабуки кисть. Тоже использовать вот для пудры. Вот с такой целью, чтобы вбивать прям в кожу. Прям таким, я не знаю, как объяснить. В общем, чтобы прям впечаталась пудра. Удобная, прикольная. Это как бы крупненькая, большая. Ну, пользуюсь я тоже ею редко. Но пользуюсь. И вот такая вот кисть плоская для нанесения контуринга. Тоже удобная кисть. Тоже пользуюсь ею редко, потому что другими кистями как-то. Но для меня кисти, это знаете, их мало не бывает. Рука тянется то за одной, то за другой. Если берешь одну пудру, то одной кистью. На следующий день взял другую пудру, значит другая кисть. Кисти пачкаются, вымазываются. Поэтому их нужно менять практически каждый день. Но эту кисть я люблю. Она пушистая, такая классная. Распределяет бронзер и контуринг. И вот это просто неземная красота. Это кисть. Ну, для меня это кисть, знаете, как украшение. Я ее долго очень держала на туалетном столике. Она у меня стояла для украшения. Это кисть Майкл Корс. Ну, посмотрите, какая красотища. Это лимитированная линия. Это просто для красоты. Девочки, ну, когда ею наносишь пудру, ей вот, кстати, наносить пудру нужно уже на тональный крем закреплять. Кисть невозможно оторвать от лица. Просто вот будешь минуту, две, три, пять, вот сколько можно будет позволять время, столько и будешь вот просто водить по лицу. Нереально крутое ощущение. Это вот какой-то релакс. Это, мне кажется, просто можно эту кисть помыть и вечером просто сидеть вот так вот и релаксировать, так вот гладить лицо. Очень крутая кисть. И вот я сейчас вот даже, это просто вот действительно какой-то релакс вот так вот делать. Но это кисть для пудры. Дальше вот этот вот ящичек с крупными кистями. Это тут все для лица. Вот эта кисть, которую я наношу, это из натуральной козы. Я ею наношу Метеорита Гирлиен. Классно вообще справляется она с этим. Вот это, вот эти вот, вот эта серия кисти типа а-ля Том Форд. Сделанная за косп от Том Форда. Вот этой кистью, естественно, бронзер. Вот этой, естественно, какой-то скульптор под скулами, лоб. Вот этой я приспособила контурировать нос. Очень мне нравится. Прям, мне кажется, создано для моего носа. Вот эта вот кисть Фаберлик Кабуки, которой я наношу тоналку. Ну, иногда я ею наношу тональный крем, иногда бьюти-блендером, иногда кистью Кайлин. В общем, ну, какой в зависимости тональник. Ну, эта кисть мне нравится. Ну, та самая Кайлин, которой я говорила. Без нее очень крутая кисть. Мне кажется, она должна быть просто у каждой девушки, у каждой визажистки. Это такая штука, знаете, для себя. Никому, только для себя. Вот этот вот веничек Арифлейм для хайлайтера я использовала. Но теперь я уже другими кистями для хайлайтера используюсь. Но иногда ею. Вот это моя любимейшая кисть. Одна из любимых Make Up For Ever, потому что она двухсторонняя, очень мягкая. Очень классно наносить вот этой стороной пудру. Вот это и все остальное. Она очень универсальная. И если я куда-то еду, то я ее беру. Она заменяет одна-четыре кисти мне. Так, ну и вот последние мои новинки от Reluie Pro. Это вот эти кисти беличьи хвосты. Это в размере L и это в размере S. Они так и подразделялись. S и L абсолютно одинаковые. Отличаются только размерами. Шикарные кисти. Довольно на все 100%. Ими не пожалела ни разу и пользуюсь с удовольствием. Здесь в основном для глаз все. Но есть вот такая маленькая кисть для хайлайтера. Я ей наношу хайлайтер. Это Guerlain. Это вот из этого самого кейса. Мне нравится, что она такая полуплоская и маленькая. Ну, вот как-то, когда у меня не было вот этой вот маленькой беличьего хвоста, вот этого свечечки, вот этой маленькой, я наносила вот этой кистью. Еще из этого набора вот такая кисть, тоже плоская, вот та самая для нанесения тонального крема. Я ею наносила консилер под глаза, потому что она меньше, чем стандартная плоская кисть в два раза. Поэтому вот очень удобно наносить было консилер под глаза. Еще там было в наборе две кисточки для глаз, для нанесения теней акцента и для плоская, для подвижного века. Вот эти вот кисти входили в набор Guerlain маленький дорожный. Вот в этот наборчик Mary Kay, вот в этот кейс входило три кисти. Вот они тоже, я ими пользуюсь, брала их в больницу. Вот они немножко такие, знаете, большеватые. Вот, допустим, если сравнить кисть для растушевки вот складки века, вот видите, сравнивать, если кисть Nars, она такая плотненькая, а вот эта такая мягкая, такая туда-сюда, в общем. Но как-то я приспосабливалась, в принципе, неплохие кисти, мне не нравятся. И такие довольно-таки функциональные. Так, покажу мою любимую Kaylin, которой я пользуюсь каждый день, потому что мне очень нравится вот эта вот часть оформлять под бровью, над бровью, вот карандашом, таким нюдовым карандашиком, вот оформляю бровь, можно сказать, графичность придаю. И вот этой вот стороной подвожу нижнее веко, скошенная такая сторона. Вот эта любимая моя, любимка Nars. Так, в общем, вы все поняли, настолько тяжелая кисточка, она просто создана, чтобы лежать классно в руке, чтобы очень классно ею растушевывать складку века. Очень люблю эту кисть. Вот такая вот моя кисть, тоже любимая Shiseido. Вот этой плоской кистью я люблю наносить блестки. То есть, вот эта кисть у меня только для блестящих теней. Она как-то ее так берет классно. И она такая, знаете, не сильно плоская и не сильно пышная. Что-то вот среднее. Потому что сильно плоской кистью лучше наносить какие-то такие гелевые текстуры. А вот такие, прям, которые разлетаются, вот такой вот очень удобно. Люблю очень эту кисть. Тоже моя вот эта вот новиночка Reluie Pro, которая подлазит прям между подвижным веком и между складкой века. Вот нанести какой-то такой оттенок, который, знаете, вот никак не нанесешь большой кистью, а его нужно нанести. И вот очень классно прям туда вот в складку влезть и нижнее веко классно проработать. Вот такая у меня кисть маленькая от Зоева. Для стрелочки, чтобы рисовать тенями стрелку. Тоже мне она очень нравится. Сколько она уже у меня служит. Она не распушилась в отличном состоянии. Покажу вам вот эту кисть. И кто угадает, тот молодец. Кто не угадает, подскажу. Это кисть из палетки теней Urban Decay Urban Heat. Той самой кирпично-ржавой такой палетки. Так случилось, что теней этих у меня нет. Но кисть из этой палетки у меня есть. Кисть такая, знаете, средненькая. То есть ею я пользуюсь, если уже у меня там вообще все грязные кисти. И вот надо, допустим, вот мне нужно было нанести фиолетовую. Фиолетовый цвет на какую-то чистую просто набрать кисть. Вот я использовала ее. Ну, такая, знаете, как говорится, видала и получше. С этой стороны кисть бочонок. Ну, вот единственное, что такая функциональная. Можно тоже взять ее, она заменит две кисти. А с этой стороны такая пышная, пушистая. Ну, и любимка моя, которую я обожаю, люблю. Это, естественно, Мак 217. Та самая знаменитая, вообще Мак. Как я говорю, этой кистью одной можно сделать полноценный макияж. Очень крутая кисть. Ею можно нарисовать вообще все, что угодно. Мне кажется, даже если у вас руки заточены вообще не под то, что нужно, вы все равно сделаете классный макияж вот этой вот кистью. Классно растушевывать подвижные века. Классно растушевывать складку. Классно тушевать вообще. Классно ставить акценты. Классно делать переходы. Я этой кистью могу делать все абсолютно. Очень люблю вот эту вот кисть. В ящичке в такой шуфлядочке еще есть вот эти вот маленькие кисти, которые лежат в палеточках с тенями, с румяными. Я их сразу же достаю, потому что практически такими кистями, естественно, не пользуешься. Но мне эти кисти очень пригодились. Однажды, когда я рисовала фейсчарт, вот эту вот девушку, мне эти кисти пригодились. И как никакими им было удобно это делать. Большими кистями, которыми я пользуюсь сама, это было нереально просто сделать. И хорошо, что мне пришли на помощь вот эти вот кисти. Это маленькие кисти от Барбари, Диор. В общем, такие вот все, которые я достаю. Вот, например, да, из палеточки Шанель. Вот эту вот, естественно, можно сразу же достать и переложить сюда. Потому что, ну, ею все равно пользоваться не будешь. Единственное, есть такие вот палетки, где кисть расположена в отдельном, это румяна, в отдельном снизу, таком вот боксе. Вот тогда она, я ее оставляю здесь, потому что она не мешает, классно лежит. И, как правило, здесь такая более-менее кисть всегда находится, которой можно пользоваться. А из таких палеточек я достаю кисти. Вот так, девчонки, показала вам свое хранение. Поверьте, я нашла просто идеальный вариант. Ни разу я не захотела переставить кисти на стол. Хотя есть такие красивые кисти, на которые просто хочется смотреть, и чтобы они стояли. Но все-таки пыль садится просто ежеминутно, ежесекундно. И вот этот вариант меня устраивает гораздо больше, в сто раз больше, никому не мешает. Очень удобно, нереально просто, действительно удобно. Возьмите себе на заметку, может быть, вам это понравится. Спасибо большое, что посмотрели. Пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok